в нашем чате есть владислав мне понравилась его мысль в комментарии он написал в инвестициях нет гарантии от слова совсем тут я с этим согласен перспектива заработка пропорционально с рисками потерять нужно просто нужно развить собственный риск менеджмент и научиться диверсифицировать портфель нельзя все яйца в одну корзину кидать самый верный как по мне способ покупать альткоины и ждать бычий рынок набрать 3 5 10 монет распихать свободные средства и ждать попутно можно участвовать в тест нетах и airdrop ах там можно делать хорошие деньги даже без вложений ну тут уже у кого заинтересованность имеется то есть да и вот он добавил просто кидать деньги на карту тетям и дядям априори сомнительное дело вот значит но в принципе да и такая стратегия существует то есть покупка именно альткоинов покупка альткоинов другое дело что нужно опять-таки но анализировать какие альткоины криптовалют сейчас 22000 да то есть надо смотреть что покупать и вот значит владислав еще написал скриптой вы хотя бы не зависите ни от каких левых лиц только от рынка а при правильном подходе можно еще и на волатильности денег заработать но это уже для более опытных а дело в том что буквально несколько месяцев назад закрылась или соскамилась очень крупная биржа ftx наверное вы слышали эту историю сейчас создатель биржи арестован и он должен инвесторам 8 миллиардов поэтому вот владислав такие фразы что вы не зависите скриптой ни от каких левых лиц ну наверное это можно считать если только ваша крипта находится где-нибудь в надежном месте на холодном кошельке отключенном от интернета да если у вас извините на бирже ftx была не в общем то в общем то не какой-то мелкой бирже это была достаточно крупная биржа и тем не менее произошел скам и вот в результате оказалось наверное участники счетов на этой бирже считали что у них все хорошо деньги на бирже это же биржа они какая не какой-то там лохотрончик и не хайп да ну вот пожалуйста сейчас идет разбирательство поэтому стратегия вполне рабочие да но вот опять таки вопрос к инструменту то есть конечно я тоже прекрасно понимаю вот эти все объяснения с токенами чпокинами просто многим непонятны то есть как мне один участник тоже говорил что много пенсионеров имели счета vista да и раньше как-то все было понятно вот у тебя счет vista на нем есть циферки каждое первое число месяца тебе начисляется прибыль и так далее то есть как то было все проще и понятнее а вот с этими стокенами конечно достаточно мудреная система даже для меня хотя я не новичок в крипте скажем так вот но тем не менее даже вот то что я читаю достаточно многие моменты пока непонятны конечно может быть в процессе как есть поговорка война план покажет да то есть конечно наверное в процессе мы сможем лучше разобраться особенно если те из вас у кого есть например эти токены и уже как-то с ними научились пользоваться и на созвоне например вы сможете как-то это все прокомментировать но вывод у них андрей простой над bf20 они свой кошелек прям сделали в этом и подключили и подключили транс валет раньше можно сразу выводить на биржу на любую на бинас там еще на к байбу там разные а сейчас и только на транс валет сразу это заводишь и транс валетовый вывод из сразу вписываешь этот кошелек чтобы у тебя в памяти был тому так вот еще еще в нашем чате я читаю комментарии от евгения я не беру в расчет их имущество я беру в расчет свое понимание если я уже вывел зеленого кабинета свои активы и впарил и в другие пусть так называемые ютил те которые должны выйти на рынок причем в ближайшее время а то они то они не могут не понимать что если мы их не увидим в торговле то крах всей этой системы не минуем но не совсем же они дебилы а для нас это станет показателем вы выкарабкались они или нет тогда я и закажу себе футболку с надписью лох а пока все размыто и непонятно но надежно надежно то они вселяют то есть в принципе опять таки как мы обсуждали на предыдущих созвонах результат покажет что из всего этого получится сейчас пока да сейчас пока курс как мы видим мы видим 0 вчера был 009 сейчас 008 чуть меньше 9 но опять таки вот эта стратегия сжигания создана с той целью чтобы уменьшить количество токенов в обороте создать их дефицит и это должно привести к росту курса а вот как он будет расти ну время покажет то есть пока на данный момент мы видим колебания курса в ту или иную сторону так коллеги пожалуйста кто еще хочет прокомментировать добавить по рассуждать а да андрей а каждого 15 числа токен ел ел ты обвернутый будет подниматься на 50 долларов вот так они еще до этого это мы читали выше я сейчас прокручу я просто зашел позже нормально мы читали новость это была новость вот от 12 марта стартуем с 15 марта вот вот мы делаем рывок стоимости токена раз в месяц плюс 50 долларов но смотри вопрос 15 числа состоялся вот этот рывок то есть токен у тел типа дорожал на 50 до да да он у нас у нас многие партнеры это покупали они только на этой компании зациклен зациклены я в другие компании звал нет только вот сюда все бабки впуливают впуливают уже бабок нет в другую компанию зашли вот мы токенов купили вот мы в издэшик взяли вот раньше говорили в раньше говорили только life is good а сейчас говорят только utl да 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 васильники до до сих пор верят офицеру морском да 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 есть такое дело кстати по поводу пенсионеров у нас многие пенсионеры умерли его час они руки у многих опустились чтобы заново верификацию сделать на родственников пока встало все на контакт родственники не идут, чтобы сделать с этими, с вышестоящими верификацию. Типа все пропало. Как в фильме. Шеф все пропало. Гипс снимает и клиент уезжает. Вот так вот, да. Уже все. Не хотят. И вот они борются, разговаривают, приходят, звонят им. Уговаривают. Те в отказ и все. Ну, 50% уже куплено же, да? Токенов. Еще 50% суммы у многих на вести лежат. Вот если они быстрее бы все поторопились, верификации сделали, может быть, он еще быстрее расти бы стал. Лед бы тронулся. К росту быстрее бы. А ты напомни, когда ты открыл себе новый кабинет и купил токены в первый раз, по какому курсу ты покупал? По 309 в июле. В июле по 309. Да. И с тех пор, получается, выросло какой курс на данный момент? Где-то 450. Я его не смотрю сейчас, этот токен. Смотрю только, когда прибыль у меня 1, 2, 3 приходит каждого месяца. Окей. Ну, а вот, смотри, вот мы сейчас читаем вот эти тексты и объяснения. Вот ты мог бы, как владелец токена, именно озвучить нам свое понимание, для чего был этот токен придуман и какой в нем смысл? Как ты понимаешь? Они хотят в разные инструменты вкладывать. Также можете в акции выйти на фондовый рынок и на криптовалютный рынок. Он где-то, Василенко, нашел хороших трейдеров, которые подрядились ему зарабатывать деньги. Сейчас же много компаний же есть. Роботов очень много сейчас, интеллектов искусственных. Да, зарабатывают они хорошо. Нам просто они платят копейки. Звучит, звучит, конечно, замечательно то, что ты сказал. Василенко наконец-то нашел хороших трейдеров и сразу вспоминается объявление о том, что за 2022 год будет начислена не прибыль, а убыток минус 20%. То есть, мы, конечно, очень рады, что наконец-то в 2023 году Василенко нашел хороших трейдеров, но хотелось бы все-таки, чтобы он нашел хороших трейдеров пораньше, а не тогда, когда они теряют деньги 20%. Андрей, ты же знаешь, что весь рынок же попадал, многие активы вообще заморожены были, недвижимость упала, все. Да, тут у нас у всех возникают вопросы, а были ли активы, понимаешь, этот вопрос до сих пор остается открытым. Были ли активы, были ли активы, были ли трейдеры, мы же ни одного трейдера за 8 лет глаза не видели. Ну, а так И биржи не видели, на какой эти трейдеры торговали. Да, да. Они только свой пирог показывали, куда складывали. Это не пирог, это фотография. Не, ну, ясно. В кавычках пирог. Просто вот мне интересно, вот Сергей пошел уйти, уйти, чтобы там заработать денег, а почему на вайбите или на том же финансе выставить робота и пускай он тебе зарабатывает деньги. Можете пояснить? Я могу, я частный предприниматель с 28 года, я не могу сидеть дома и постоянно там следить за роботами, за это, мне это не надо. У меня есть свободные деньги, я их отдал в управление и все. А так бизнес идет, у меня денежный поток идет каждый день. Сейчас у меня шапки, перчатки, сумки, ассортимент огромный, бизнес реальный у меня. У меня в городе пять точек торговых по городу. мне тогда бы открыли себе брокерский счет и туда бы деньги откладывали на дальнейшем. Зачем в управлении неизвестно кому, неизвестно под что и под такой бешеный процент. Завести процент, вывести процент. Еще вопрос возникает, а сможете ли вывести? Нет, там-то получаю я уже. Я же на шесть с половиной юз купил я от них постоянно получаю и вывожу их эти деньги. А с виста это уже по необходимости пришлось такую процедуру сделать. Но с ваших слов я понял вы вложили в висту 10 рублей и забрали 6. Я правильно понимаю? Нет? Так я вложил 40 тысяч евро 4 года назад вытащил 80 никого не приглашая. Все теперь понял. Понял. Значит комментариев больше ни у кого нет. всем кто присоединился и Сергею спасибо что тоже поделился своими мыслями и своими результатами. Всем хорошего вечера. Пока пока. Глобал Стар Клаб возможности безграничны. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok